Мы находимся на выставке CPM 2019. Наталья, расскажите, пожалуйста, что сейчас проходит у нас за спиной, какая программа выставки? Выставка работает уже третий день. Все дни идут деловые программы. Сейчас за спиной довольно большое количество людей собралось на выставку, на мероприятие по маркировке. Эта тема сейчас для многих из отрасли фэшн-ритейла очень горяча, и, соответственно, люди пытаются понять и найти ответы на вопросы, которые достаточно непростые. Если мы говорим про профессионалы, про всю деловую программу, то, что люди хотят учиться, совмещая с посещением выставки, но это уже на каждом из мероприятий мы наблюдаем. И если мы говорим про CPM, то у них всегда очень активная деловая программа, ну а здесь, соответственно, мимо нас идут те, кто интересуется технологиями и новыми веяниями в продажах. Вы уже 10 лет сотрудничаете с выставкой CPM. Скажите, что нового в этом году? Да, с выставкой мы сотрудничаем уже более 10 лет. Выставка очень посещаемая именно аудиторией, связанной с фэшн-бизнесом. Здесь бренды показывают свои новые коллекции, байеры имеют возможность закупить, понять, что они хотят уже в новом сезоне предложить своим покупателям. Если мы говорим про новую часть, они открыли CPM для одежного ритейла именно в разрезе технологий. И мы можем сказать, что эта секция в какой-то мере ожидаемая, потому что сейчас все чаще и чаще ощущается нехватка технологических решений и возможности какой-то площадки, на которой поменяться, дополниться информацией. И здесь, соответственно, люди могут посмотреть разные технологии, задать свои вопросы, понять, чего можно нового внедрить в своем магазине и, в конце концов, напитаться идеями. Тоже выставка же для этого, в первую очередь. Наталья, а чего бы вы хотели пожелать гостям и спикерам выставки? Ну, каждый год, каждые полгода встречаться здесь с большим удовольствием – это одна из галочек, которую тоже нужно соблюдать, с одной стороны. С другой стороны – приходить подготовленными. То есть, конечно, для меня, как для модератора, одной из первой сессий довольно трудно, когда у нас много желающих выступить. И, конечно, нужно готовиться, если мы говорим про экспертов, если мы говорим про посетителей – готовить вопросы. Потому что, если вы задаете еще эти вопросы чуть раньше, чем начинается сама сессия, то иногда можно эти вопросы заранее отдать экспертам, и они смогут ответить на них уже в процессе своего выступления. Ну, и в целом, хотелось бы, чтобы у людей было побольше оптимизма в создании каких-то новых ценностных решений для своих покупателей. И делайте красивые магазины, делайте интересные магазины, делайте своего покупателя чуть-чуть счастливее каждый день. Спасибо, Наталья, большое за вашу энергию, за ваши пожелания и за ваш большой труд. Хорошего вечера! Я половину! Спасибо за просмотр!